Здравствуйте, дорогие! Ну, как мы уже говорили, что нам будет очень трудно распрощаться с Абрагамом. Сегодняшняя глава Торы тоже начинается с того, что мы говорим, Тора говорит нам, а вот порождение Ицхака, сына Абрагама. А потом продолжение, Абрагам породил Ицхака. И тут комментарии, комментаторы пробуждают и говорят, что это такое, для чего надо было упоминать два раза, что это сын Абрагама. Это во-первых. А во-вторых, Раши говорит, поскольку в стихе был упомянут Ицхак, сын Абрагама, следует сказать, Абрагам породил Ицхака. Почему? Насмешники того поколения очень злоумысленно надсмеивались над Абрагамом. Слушай, говорю, они, ведь сейчас уже не та пора, та пора закончилась. Ему сейчас около 100 лет, 99 лет или 100 лет, а в саде 90 лет. Как они могут родить сейчас ребенка? Как могла женщина в 90 лет, даже если она выглядит красивой, даже если она чувствует себя молодой, даже если у нее есть все данные молодой женщины, как это может быть, чтобы она могла забеременеться от такого пожилого человека, от такого старца? Значит, вот они же пробыли там некоторое время у Авимеллаха в Граве, когда Всевышний сказал Абрагаму, Абрагаму, Ицхаку, когда наступил в его время, наступил еще раз голод, и он хотел идти в Египет, а по дороге он остановился в Граве. И тут Всевышний явился ему и сказал, тебе не нужно спускаться в Египет, ты оставайся здесь, потому что это земля, обетованная, где ты находишься, и она предназначена для тебя. Еще раз он ему тут поклялся. И он остался в Граве. Жил немножко в Граве, до лучших времен, и вот тут насмешище началось, насмешки эти начались, уже вроде бы, если у них какие-то доказательства, довольно почвенные. Вот, во-первых, она забеременела, во-вторых, они там жили некоторое время, иди, значит, что это такое. Наверное, в имелых там поработал. И для этого Всевышний подчеркивает, это сын Аврагама, и Аврагам породил Ицхака, подчеркивает Тору. И Раша говорит, что он сделал его лицо, его лика, лика Ицхака, как лика Аврагама, одинаково. чтобы видно было, что он сын Аврагама. Рядом на этом останавливается. И задает, задает вот очень такой острый вопрос. Скажите, а обычно, обычные люди, они не похожи сыновья на отцов своих? Без того, чтобы подчеркивать нам этот Тор, Аврагам породил Ицхака. Каждый человек, который порождает ребенка, следы остаются на внешнем виде человека. А как может быть иначе? Значит, тут лежит что-то более глубокое. И вот, и после того, как вот это говорит Раша, и после того, как второй раз сказал Аврагам породил Ицхака, после этого успокоились все. Не надо было прибегать к этому. И вместе с тем, после того, как прибегли, это их успокоило. Уже не было у них никакой почвы. Даже кажущейся почвы тоже не было. Что же тут произошло? Вот это спрашивает Реда. И как во всем, во всем мы видим, что здесь тоже как в целом вся Тора внешняя, наружная часть Торы необъяснима без ее внутренней части. То есть без хасидизма, который, как мы уже говорили, открылся Большемтову в 17 веке. до Большемтова была Каббала. Каббала была Ризала, до этого был Зова Рожби, но в их время до Ризала было запрещено обычным смертным изучать все вот эти секреты тайной Торы, внутренней части Торы. А у них с тех пор, как появился Риза, он пишет, что в наше время митсва не только что можно, а нужно, мы обязаны открывать все секреты и тайны Торы до конца нашего тысячелетия. Значит, значит, сейчас надо изучать Хасидбуд. И поэтому Ребер Ашад организовал Ишиву в Любавичах в 1897 году в Любавичах. И там начали изучать изучать Хасидизм там, как изучали и изучают до сих пор Талмуд. То есть с углублением, с разбирательством разбираются, сидят на мелочи, крошат каждое слово в Талмуде. И имеются дискуссии, имеются споры и так далее. И тысячи, десятки тысяч книг вышли на Талмуд и так же стало выходить на Хасидбуд. Такая скрытая вещь была. И тут Ребера Шаббета привел, полностью опустил это сюда, в наш мир, в наше сознание. Первый был Балшенту, за ним пошел Алте-Ребе, начиная Стани, потом Ликутэй Турат, Туравор, и пошли книги Ихни Алте-Ребе, средний Ребе, Митва-Ребе-Рендо, а потом был Цамахцедык, очень много писал, а потом был Ребе-Мараш, потом Ребе-Рашаб, вот этот Ребе-Рашаб открыл Ишеват в этом же моменте. И было очень много противостояния ему. Даже среди нас, среди хасидов, особенно пожилых хасидов, тоже было много противостояния. Они говорили, что это такое, мы что, мы изучаем там, ну, сейчас здесь, мы же не Воложен. Тогда была большая, очень известная ишива литовская, Воложен называлась, Воложен ишив, Вослободки ишив. А Алта-Ребе уже начал вводить это в Хаббат. Алта-Ребе это 3-4 поколения до этого. Он уже начал вводить, но все это было еще настолько, что парням, то есть не женатым, еще даже это не давали изучать. А тут открывается целая ишива, где только неженатые 300-400 человек занимаются денно и ношно и они молятся много, как написано в Хасидути Ребе Раша. А в их время тоже Хасиды молились очень долго. Полностью выдавали себя духовности. Это были всеми признанные великие люди. А тут маленькие, молодые, у них еще молоко не успело обсохнуть на губах. Вдруг они начинают серьезно задумываться и стоят по 2-3 часа молятся лицом упершись в стенку. И до этого они стали изучать Хасидути. Минимум полтора часа утром надо было. Вот такое расписание было, такой распорядок не было. С 7 до полдевятого надо учить Хасидути. А потом ночью с 8 до полдевятого вечером. Что это такое? И на таком уровне, что надо было их потом делать экзамены, письменные. Нам говорили, что ты пришел, ты хочешь открыть Воложинскую щиву здесь? Мы же изучаем духовность, как это так можно? Так что Любович перешел очень много интересных испытаний. но он перешел и до сих пор. Сегодня кто зайдет в Северн Северн и увидит, что там делается в нашей центральной решилии, своим глазам надо поверить, особенно после того, как физически нас Рэбе оставят. А мы знаем, мы это ощущаем, что духовно не просто он с нами, а он с нами больше, чем он был раньше. мы разрастаемся, распространяемся. Сегодня можно сказать, нет ни одного места, где нету нашего Рэбе. Ни одного места нету, уже сколько поколений Рэбе нету. Мои дети и мои внуки уже слушают. Представляете, уже это посланники. И вору Хошем становится больше, сильнее, могущественнее и распространение становится намного благополучнее. И откуда все это берется и на какой базе и по чьему указанию а у нас указание только от одного человека. От Мушеях Ситкену. Нам Мушеях дал это указание. Каким образом он дал указание? Очень просто. Большаметов определенный день, известный час поднялся наверх в живище больших-больших праведников и искал в духовных мирах рая его место, где находится Мушеях. И он сумел достичь этого. И он попал и встретился с ним в дворце у него. И он спросил у него в двору Мушеяха. Когда Господин явится наша мирная? Какие на него расчеты, какие на него пахнут? Я говорю вам вкратце и Мушеях ему ответил. Когда твои воды, твои родники распространятся наружу, раскроются наружу, вот тогда я верюся. И поэтому начались сначала аутереби немножечко, потом другие. И у всех было столько препятствий, что каждый из них прибегал к самопожертвованию. И уже в мое время, в наше время мы были свидетелями таких нападков на нашего рода за что? За то, что его люди, его посланники идут одевать тфилм на улице. Что дает одевать тфилм на улице? Что дает человек, ты не знаешь, что он делал минуту до этого, что он будет делать дальше, это на него не влияет. И что значит человек, который не одевал тфилм даже, может быть, никогда? Вдруг ты ему наденешь тфилм, накрутишь, скажешь ему шмайстрот, и он скажет с тобой шмайстрот. Так это делает его выше что-то, это его что-то в чем-то пробуждает. Он после этого идет и оберегает субботу и кашрут и так далее. Ведь нет, он остается таким же, как был раньше. И были очень большие нападки на нашу вреднюю. В каждом поколении. Могу вам только сказать, что наш народ исторически привык страдать и быть гонимом нашим и вредням. Начиная со времен со времен муши рамы. Там это видно было в писании открытым текстом. поднялись кораха, поднялись до танго обира. А потом были еще другие иноверцы. главные руководители, кто давал им диалоги и давал им силу, это был амалэ. До сих пор поэтому мы каждый день молитвы упоминаем. Помни, что делал сега малэ. Нельзя забывать. Каждый день мы должны знать. Мы к этому сейчас вернемся. И потом, когда сегодня мы сейчас спором у нас сегодня ночью начинается расход из кислости. Очень большими хаббатскими праздниками. Основными, самыми главными. Самый первый из них был Кюльтет Кислоев, когда Алту Рэбе на него его забрали в тюрьму, в Петропавловскую крепость, и ему угрожала смертная казнь. По статье «Измена Родины». он изменил своей родины. Чем? Что Россия в то время, во время Павла, была в состоянии войны с турками, а он помогал туркам, финансировав их деньгами. Донос был, что он помогал туркам. Он помогал туркам. Вот такой был донос, состав донос. Это было все сделано очень-очень профессионально. И все-таки он вышли. Он отстелил свои 53 дня там. Он был там, и он еще больше стал давать институт, чем до этого. До этого у него это было более в коротком виде, а потом он стал давать намного больше. В более расширенном виде, и это было доступно каждому. После него был его сын Рэбдо, средний Рэбе, тоже он мучился и сидел, и был арестован неоднократно. А потом самахтеды, самахтеды сидели вообще очень много, не так много в общем, как он был количеством раз арестован. И так далее. Но вернемся к самому началу, к Ютед Кислов. Ютед Кислов. Что произошло в Ютед Кислов? Ютед Кислов, что сегодня мы входим в древесинский сновь. А Ют Кислов это Миттелл Рэбе, потом в Ханаке тоже арестовывали их, а потом Рош Ходыш Кислов, наш Рэбе, после того, как он получил сердечный приступ в 78-м году, во время Акафор Симхаттурат, он выздоровел, выздоровел себя в кабинете. Ухаживали, естественно, и молились, были там, и все такое, и он продолжал говорить, продолжал распространять русский язык. Их лекарства, у этих праведников, у них совсем и питание другое у них, и лекарства у них другое, и минералы другие, у них все другое. Таня, я думаю, что мы скоро-скоро начнем читать. Там написано, что жизнь цадика это не жизнь не знает, у него совсем другая стопка. И тут мы входим в эту нашу главную тему. Абрахам молил Абрахам, а как мы видим его жизнь? Где его сильные места и где его слабые места? Мы знаем, что его сильные места было, что он все, что он выполнял, он выполнял с раннего детства. И он познал Всевышнего на зло всем и против всех. Он был с одной стороны реки, а все народы вагон его были с другой стороны реки. Они все поклонялись идолам, а он служил единому вагону. И это совсем рано произошло. Это произошло, когда ему было три года. И он зашел в магазин своего отца, где был одном иголоком продавал, главным пастушками этих иголок. И он расколол всех. И когда его отец спросил, что здесь произошло, он говорит, так что, вот этот разозрец, вот этот и разбил всех. Вот как это может быть, не может быть, такого не было. Таким он сказал, как это делать, что ты ему молишься только. И он пошел донес на него, он был очень уважаемый, принадлежен, офицаревый, отца, мрот, король. И они пытались его переубедить, не помогло, и, короче, забросили его в огонь. Потом держали его в тюрьме 10 лет подряд. был казнен. Он там посидел, помучился на него сломать мимо двоих и переубедить, естественно. Это было нацепно он начинал. Потом, когда мы уже с ним сталкиваемся, мы видим, что Абраган развитым человеком во всех отраслях, не только в этом. Во-первых, он воевал, был смелым и был воином. Не только духовной воином, были такие физические воины тоже. Когда арестовали, забрали его в плен, его приняли кого-то из Содомова или Морды, он с маленькой силой относительно пошел его вызволять и разбил четырех, четырех армии четырех соединившихся королей. Разбил их и победил их и почти всех перебил. С ним было очень мало того. Значит, мы видим, что он был воин очень большой. Но он никогда не говорил, что посмотрите, какой я герой. То, что не было этого, не было на нем видно. он всегда был первым, всегда налетал на врага. Всю военную тактику он очень хорошо знал. У него были свои разведчики везде разбросаны свои объемки, ему докладывали все, что происходит. Он систематически их содержал и так далее. и потом он всегда это не хвалится. А наоборот, скрывал, как можно, скромный был человек. Это видно было на нем. И плюс к тому, что когда он что-то завоевывал, надо было наделить трофеи, так сказать, захваченные, он в этом не принимал участие. Он себе ничего не брал. Мы тут тоже видим, когда ему, когда он вернул всех пленных, чтобы забрали из Содома, так я тут предложил ему верни мне людей, царь Содома, король Содома, а я тебе, а себе забери все имущество. Он говорит, нет, я не возьму имущество. Мне не нужно. Я не взял. Я не хочу, чтобы когда-нибудь придет к разговору и скажешь, это я обогатила вам. Я не хочу. Это тоже о чем-то говорит нам вот такая черта. И что там было еще? Он защищал людей, он заступался за людей, даже которые не вели себя правильно, которые вели себя гнусно, ужасно, против человечества. Они вели себя ужасно, навлекая на все человечество, гнев Божий. Они себя вели, как перед потопом, вздомным. И тогда что? Тогда надо было на них еще раз сделать потоп. А Авраам сказал Сеушину, подожди, не переворачивай с домом Гамура, подожди, не уничтожай этих людей там. Что ты делаешь? Может быть, там есть порядочные люди тоже. Давай проверим, давай произведем там расследование. сказал ему, все вышли, я уже все проверю. Там нету, там нету даже, так Авраам, что там нету даже, скажем, 50 человек? Он говорит, нету. Если там есть 50 человек, я не трону ничего там. И постепенно Авраам потом перешел на 40, потом на 30, потом на 20. и каждый раз, когда он повторял свою просьбу, он говорил, я, извините за мой порыв такой, как я допустил такое, что я говорил со всемышним, а кто я? Я пепел и земля. Я пыль и пепел пыль. Я пыль и пепел. Анухи Афар ва-эфэф. Что же это такое? То есть, вот настолько у него не было чувства того, что он тоже есть такой, что ему что-то положено, и что он что-то есть, и он что-то за это заслуживает, у него этого не было. и поэтому поэтому Аврагам заслужил того, чтобы его и сами, естественно, похоронили там, где их похоронили, там похоронили тоже Адам, Аришон, и Хава, и Ева, и похоронили там еще Лею. Арахим по другой причине похоронен в Бетлехе, и что мы еще опять-либо до этого дойдем. Но суть Абрагама в том, что Абрагам и называют его Абрагам Авинру, Отец наш. Почему именно Абрагам и не только Абрагам, а потом переходим также к Ицхаку, Абрагам, Ицхак, Баяков, вот это три наших праотца, четыре наши праматушки, сорок, Ривка, Рохел и Лея. Вот эти наши праматушки. Это называется Мацери, а это называется Отцим. Больше нету ни Отцов, ни Мацерей. Никого так не называют. Илья Ванави называют Илья Ванави. Мушер Абейму называют Мушер Абейму. Мух отец, и мы молимся каждый день вспоминаем этих трех отцов. Почему отцы? Потому что они свои качества, свои гены передали нам. Вот эти три человека, мужчины и четыре матери дали нам в нашу душу всего народа до конца поколения. От начала до конца поколения дали нам вот эти характерности, вот эти качества, ввели в нас, ввели в нас, и это заложено в каждой неделе. И мы получили все эти качества потоками. потому, что мы являемся их потомками. И поэтому надо было делить землю, земля была подана нам. А Владыка Зумы был Всевышний. Он был властитель, он остался. И он сказал, как говорит первый «Рашак» в «Рашак» был решим, что я Всевышний сотворил мир, дал его сначала вот этим народам, а потом дал кому хотел, а потом забрал у них и отдал этому народу. И вот, он хозяин. И каждый хозяин дает инструкцию, как мы должны себя вести в его доме. у него в гостях. Мы все в гостях Всевышнего. Имеется инструкция, вот требование к нам. Тем более, что когда мы закончим нашу задачу в этом доме, в этом дворце, нас ожидает очень большой приз, большая премия. всевышний диктует нам, что делать, и всевышний диктует нам, как быть. И он дает нам силы на это. Поэтому Абрахам, Ицхак и Яков дали нам данные, потом появляется еще одно существо, Тора. Тора. Тора имеет очень большое участие в самом творении мира. Только по плану Тора запланирован весь мир, и Тора оживляет его, дает ему энергию. Так значит, мы знаем, что есть Всевышний, есть Тора. Но мы живем в Тора, мы ее изучаем, 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 и это бесконечно. Когда мы изучаем ее по-настоящему, мы имеем очень большое этого себе недовольства жизни. А потом есть еще, что называется Мицфот. Мицфот это заповеди. Заповеди. Какие заповеди дает нам Всевышний Червистор и все это нам не кажется, это все в действительности есть. И он все время подводит так, чтобы мы не могли оторваться. И не убить, даже если он хочет оторваться, он не может. Его могут отрывать силы один раз, другой раз. Все равно это невозможно. Еврейскую душу отделить от Всевышнего невозможно. Он может в 10 раз креститься, на что хочешь его можно наказать. Можно его убить, расстрелять нам, чтобы он оказался всегда не в этом проходении и в следующем он вернулся. Бессмертно. Душа небессмертная. Все вернутся в свое истинное и натуральное он. И вот три элемента видимо. Мы видим всевышний, то есть митцвод, который мы изучаем в Торе и исполнитель. Мы исполнители этих митцводов, что мы получаем через Тору. И мы соединяемся, постоянно оживает наша связь постоянно со Всевышним путем вот этих митцводов. И мы все время возвышаемся, идем вверху, вверху, выше и выше. А как все это было создано? Это было создано так, что было лама тоу, мы уже говорили, кажется, в прошлый раз об этом, было лама тоу, и там сосуды не были способны воспринять такую мощную энергию, они разбились, раскололись, и все это рассыпалось, и из этого превратился наш мир. И в каждом углу нашего мира, на каждом шагу лежат вот эти искры. И эти искры первым пошел разыскивать Абраам ум. Он писал. Часть они подняли, часть они нашли, часть обнаружили, часть нет, часть еще больше рассыпалась на более мелкие кусочки. И мы сегодня собираем последние кусочки со всего мира. Как мы на это действуем, как это все влияет одно на другое? Это влияет очень просто. Нам сегодняшняя наука это все открыла. Та наука, вот эта левая наука, она действует параллельно. мы уже говорили об этом. И она сопутствует нам. Она не противостоит, она не может противостоять. Точно так, как евреи не могли противостоять хасидуту, который является сосудом воспринятия мужчин. У них не было не евреев, у них не было сил, у них не было нахальства, ханства выйти напротив. Тогда что они сделали? Взяли и уговорили пару литовских евреев, и снагдин, и... А еврей, он безграничный. И поэтому евреи могли идти наложить на Антареве большие обвинения, как он содержит турецкого султана и турецкую армию, понимаете? И вот так это было. И это в каждом поколении. В нашем поколении, в моем поколении, когда я учился в школе, самые страшные методы были от моих учителей евреи. Идеи фильмов это было такое. Всегда она открыто говорила почему там я сижу и пишу в субботу сижу в субботу прятки, но вообще это было не было ничего. Она говорила, что вы думаете? Там как раз пришла комиссия и спрашивает, почему этот мальчик там? Что у меня не случилось? говорит, что у меня ничего не случилось, он религиозный еврей, у него шабах. Она это хорошо знала. Муж ее сестры молился с нами в одной субботу Илюша Монтера. Так вот, с чему я сейчас говорю? Что самая большая мощность заложена в нас евреев. наши силы безграничны. Но что? Они имеют также побуждать какой-то напротив большая силу, большой вулкан. И на это дано им право. Им право дано, чтобы они выставали против нас. Они евреи. А евреи они затягиваются, находят дорогу к нашим слабостям. И поэтому зачастую мы сталкиваемся с этим. Мы сталкиваемся с этим в Бабичах, в Цамарцедыка. Было очень много предателей, которые выдавали где кто вынимается, где кто спрывается. Соберная трагедия была, когда речь шла о маленьком детстве, что мы забирали ванну. как это называется, редко при ганталисте. Это был ужас. Но, как видите, мы выжили, а они не совсем. И вот это все начерпаем от Абраама. теперь закончим вот это вот. Закончим вот сегодняшнюю драму. Главный вопрос, для чего надо было сделать так, чтобы лицо микро Абраама перешло в чесательное. Ответ простой. Духовный мир, духовный мир сферов, они влияют на что происходит в этом мире. И по правилу хешет, это первая сфера после хохма и она должна это милосердие. а гвура гвура это жестокий она должна она не может так же открыться полностью как хешет, потому что тогда это будет слишком большой свет. этот свет нужно сузить, нужно его умнять, чтобы еще раз не получилось уламату. для того, чтобы унять этот свет должен был быть еще один цинцун и тогда это могло перейти уже к гвуру, к Ицхаку. То есть Ицхак, что он был по-настоящему рожден от хеседа, должен был стать двуровым, он был второй, но Всевышний сделал так, чтобы он был похож на Авраама, это была вроде бы наружная причина, чтобы люди посмотрели на его поведение и видели, что он не такой милосердный, как Авраама, он его суровый, он же ходил по пустыне и копал ямы, выкатывал. всевышний сделал так, а у него есть на все возможности и на все права. Поэтому мы должны всегда знать, что хоть у них были вот эти свои причины, но мы должны знать, что от нас требуется недостаточно, от нас требуется одно линейное в одну линию. Одну линию мы не можем держать, это не человек. Одна линия у животных должна быть полная синтоза или такое влияние, они должны полностью соединиться, что эти эстерсферы должны быть перемешаны с его не может быть однолинейное чувство приводит. Это все должно быть ограничение, должно быть стремление вырваться и так далее. Мы должны себя вести так. Прежде всего мы должны видеть, что главное это деяние Абрама и без этого не обходилось ничего. Это было на первом месте. Видно на каждом своем встал, иди, ходи, запрыгай скот и беги там решить дела свои, иди в бой первый. Вот так это было. Он этим жив. Он никогда не имел претензий никому. Никогда. Но когда надо было постоять, он стоял. Постоял на свои идеи, за за честь Бога, за честь Твора, он стоял как следует. И желаю вам разумного и рассудительного исполнения всего этого. И каждый человек, каждый из нас сталкивается ежедневно с такими, на первый взгляд, не скажешь, испытаниями, такие мелочи, как ты не знаешь, как среагировать на поступок. Тот меня разозлил, а тот меня рассмешил, а тот что-то не так посмотрел, и я не знаю, как реагировать. Прежде всего идите хэсен, прежде всего с умытью, прежде всего с добротой, добродушной, милосердной прежде всего и так же воспринимайте, когда есть какие-то проблемы, воспринимайте их, что это испытание наше. Абраам испытывал, проходил испытание каждый день. Все будет. До следующей встречи, я надеюсь, что на мой скоро не разошли.